Доброго времени, дорогие друзья! У нас проект Helic. Итак, на этой неделе мы были свидетелями якобы массовой демонстрации против судебной реформы, которая проводится вот буквально в наши дни на этой неделе и будут дальше рассматриваться уже в первом чтении, чтобы поменять наконец-то судебную систему, а именно судей, которые назначаются судьями и, соответственно, судьи богатства, которые имеют право отменить любой закон, закон Кнесета, остановить не потому, что они блюдят закон и не потому, что судьи великие праведники, а потому, что они на свое усмотрение решают, что в их глазах правильно для нашей страны, а что нет. То есть мы видим, единственная страна в мире, где судебная система прогнившая, где судебная система не имеет аналогов влияния на исполнительную власть, на власть законодательную, это в Израиле. И вот против вот этих изменений, которые несколько десятилетий уже сопровождают нашу страну, когда богат сможет заблокировать любой закон и, соответственно, парализовать реализацию работы Кнесета, то есть мы выбираем Кнесет, мы выбираем то или иное правительство, а богат сидит, он над законом. И это внеочередной раз мы видели на этой неделе, когда против Стерхают нынешней главы богатца возбудили определенные расследования, петиции и жалобы за ее выступления по отношению к политикам. И что в случае, если бы это обычный гражданин сделал, то, естественно, сразу было бы расследование вплоть до того, чтобы уже посадили бы в тюрьму или как-то ограничили бы свободу, но нет. Все эти петиции были отменены, все эти, как говорится, внимание, все это, которое было определено, Хают, было отменено, сказали, и она выступила в свое оправдание, сказала, это все делается ради демократии, это все делается ради того, что я имею право так делать. Соответственно, вот это я имею право влиять сегодня на исполнительную власть, на законодательную власть, потому что они что хотят, то и делают. И так они уже привыкли, начиная с Аарона Барака, который начал вот эту вот передачу по наследству судей, выбор судей судьями, а не выбор судей, как это, к примеру, в США, теми, кто пришел к власти, то есть законодательной властью, то сейчас мы видим, как они выступают, мы видим, как левые кричат и выходят на улицы, спонсируются очень хорошо за границей, будь то левыми организациями, будь то даже в каком-то смысле арабскими какими-то фондами, но нет. И на этой же неделе господин Лапид, глава оппозиции, выступил, призвал немедленно в ответ на выступление, такое срочное выступление господина президента Израиля Герцога, Ицхака Герцога, выступил, сказал, немедленно прекратите и реформу, и давайте сядем за стол переговоров, то есть вы остановите вначале все, а мы только потом сядем за стол переговоров. Вообще, какое он имеет право, он сидит в оппозиции, он сам жулик, который говорит, что нынешнее правое правительство представляет опасность для демократии, хотя сам жулик привел к власти предыдущую левоарабскую коалицию, помогая Беннету с шестью мандатами стать премьер-министром, то есть жулик на жулике, который учит сейчас нашу страну, как нужно быть праведником. Очень выглядит смешно, противно, мерзотно даже в каком-то смысле, и это еще раз доказывает, что изменение в этом законопроект, и изменение отношения между судебной властью, исполнительной и законодательной, давным-давно должно было вступить в силу, и если правые, наконец-то, не начнут прогибаться под это, не будут вести какие-либо переговоры с ними, а мы видели, как они пришли на переговоры, начали прыгать на столах представителей оппозиции, мешать, кричать, и выводили одного за другим, устраивать, как говорится, бардак, о каком диалоге может идти речь, о чем может идти речь, здесь разница между тем, будет ли наша страна дальше развиваться по еврейской линии, по линии нормальной, адекватной, даже на уровне международной арены, либо будут ли эти жулики и проходимцы, которые уже показали себя, которые призывают бойкотировать нашу страну, которые ненавидят люто все еврейское, будут ли слушать их, и вообще давным-давно нужно было не обращать внимания на эти правые демонстрации, они были и будут делать свое дело правильно и развивать нашу страну в правильном направлении, в правильном еврейском направлении, как мы видим поползновение, и как мы видим, что более 65 мандатов, то есть большинство наших граждан ждет этих изменений, ждет остановки этого произвола, судебного произвола, который уже годами длится, и когда они могут возбудить дело против неугодных им, а закон, у них это не закон, закон это они, как говорится, очень субъективно смотрят на закон и реализуют закон так, как им нравится, не должно быть так. Полный детальный обзор данных двух новостей можете найти в описании к этому видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, другим видео с друзьями, и с Божьей помощью мы будем свидетельствовать больших чудес в нашей прекрасной и цветущей стране, и в мире в частности. Если вы интересуетесь новостями Израиля, вам нравится наш проект Хелик, у вас есть какие-то пожелания, комментарии, идеи, пожалуйста, оставляйте под этим видео, хотите стать спонсором нашего канала, есть вкладочка «Спонсорство». Будьте здоровы, берегите себя и близких, и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok